Анастасия Хорошо, голосование, контроль учета твоего голоса и проверка данных, оперативное решение вопросов, высказывание различных мнений, все это действительно можно сделать даже через интернет. Но если кто захочет монополизировать цифровые и интернет-технологии в частные руки и таким образом создать себе инструмент власти. Ригден Обеспечивающие предприятия и их ресурсы должны принадлежать самому обществу. Это касается энергетики, финансовых учреждений, банков и так далее, изготовления и продажи лекарств, медицинского оборудования, разработки месторождений и добычи полезных ископаемых, а также крупных индустриальных, аграрных и научных предприятий. Все это должно принадлежать всему мировому сообществу. Нельзя допускать владения всем этим частным капиталом. То есть, чтобы все это было так или иначе сосредоточено в частных руках, принадлежало каким-то конкретным лицам или группам лиц. Лишь при таких условиях возможны отсутствия коррупции, роста цен, финансовых кризисов. Общество для самого себя же и будет устанавливать приемлемые для жизни цены, определять качество услуг и так далее. В противном случае, если ничего не изменить, то будет как и сейчас, если не хуже. То есть будут процветать коррупции, различные махинации, купля-продажа воздуха, немыслимые кредиты, инфляция и все остальные ловушки животного разума в сфере свободных рыночных отношений. Достаточно посмотреть на современный мир. Все обвалы и резкие взлеты национальных и международных валют, различные мировые, экономические, продовольственные, политические и другие кризисы – все это искусственное, все это дела рук человеческих. Просто кто-то создает для этого условия и зарабатывает на этом баснословные капиталы, а кто-то во время этих искусственно стимулированных процессов лишается последнего. В нормальном человеческом обществе это недопустимо. Анастасия, вы упомянули о том, что финансовые учреждения должны принадлежать всему мировому сообществу. Значит, это предполагает, что люди все-таки будут иметь дело с деньгами, облаченными в ту или иную форму. Ригден. Деньги – это эквивалент обмена. Эквивалент в значении «имеющий силу» от латинского «aicus» равный «valentis» имеющий значение «силу». Эта сила, производная от материального мира, и никуда от этого не денешься. Человек живет в материальном мире и находится в физическом теле. А последнее подчинено законам трехмерного мира, то есть его надо накормить, одеть, удовлетворить в необходимых жизнеобеспечивающих потребностях, содержать в чистоте, бороться с его болезнями и т.д. Для этого, естественно, нужны продукты, лекарства, одежда и другие предметы материального мира. Следовательно, человеку необходимо зарабатывать средства на насущные жизненные потребности, обеспечивающие его существование в теле. Анастасия Но пока в обиходе будут деньги, в какой бы то ни было форме, будут существовать разделения на бедных и богатых. Это показывает история. К тому же богатство предполагает наличие частного бизнеса, а значит и собственности. Ригден Насчет бедных и богатых Общество должно создать такие условия для своего существования, чтобы бедности в нем не было вообще. При современном уровне технологий все это вполне реально осуществить и прокормить всех людей, и пустыню превратить в цветущий сад, очистить даже загрязненные воды и сделать их пригодными к употреблению, использовать альтернативные источники энергии вместо ископаемых ресурсов. Все эти технологии уже сейчас существуют, только доступны единицам. Большинство в мире об этом не знает. Эту информацию специально утаивают, искусственно сдерживают развитие подобных прогрессивных технологий во всем мире по приказу мировых жрецов. Для чего это делается? Для того, чтобы те же архонты сохраняли свою власть, политические рычаги влияния в мировом обществе, продолжали эксплуатировать миллиарды людей, нагнетать напряжение в мире, поддерживать у большинства людей страх остаться за чертой бедности. Ибо когда сознание масс занято вопросами выживания, им гораздо легче манипулировать и управлять, склонять выбор людей к реализации воли животного разума. Так вот, при построении нового общества надо сделать так, чтобы бедности как явления вообще не существовало на планете. Нужно, чтобы люди были обеспечены всем необходимым, чтобы существовал только средний и высокий уровень достатка. Если человек трудоголик, пожалуйста, пусть себе зарабатывает. Честный частный бизнес вполне приемлем, например, в качестве предоставления каких-то услуг населению, но никак не владения заводами-пароходами, то есть крупными предприятиями, монополиями и целыми отраслями, обеспечивающими жизнь общества. Должны существовать четкие ограничения в богатстве. Максимальная капитализация одной семьи, как ячейки общества, не должна превышать в денежном эквиваленте. Согласно ценам сегодняшнего дня, совсем движимым и недвижимым имуществом, 10 миллионов долларов. И то это много. Я говорю слишком большую цифру на сегодняшний день лишь только потому, чтобы не было шоком для людей, которые располагают намного большими капиталами. Этих средств более чем достаточно, чтобы содержать семью. А излишки, то есть доходы семьи, превышающие эту сумму, должны поступать на нужды общества. Другими словами, человек не будет от этого богатеть, и в то же время он будет помогать другим людям. Ведь с глубокой древности известно, что истинные ценности трудолюбивого человека заключены в его духовном богатстве. А в обществе, где будут доминировать общечеловеческие, духовно-нравственные ценности, такие поступки и примеры человека надо сделать престижными. Ведь что движет богатыми людьми в современном мире? Разве сама жажда денег? Нет. Ими движет банальное желание от животного начала похвастаться перед другими. Мол, у него круче машина, круче дом, даже носки стоят гораздо больше, чем сосед зарабатывает за месяц. Все это смешно. Все это глупости, которые навязаны потребительским обществом, модой, которые создают умные для обмана глупых, чтобы было проще у них выманивать деньги. Неограниченный капитал как раз и порождает в обществе агрессию, провоцирует зависть, желание манипулировать другими людьми, способствует доминации животного начала в человеке. В нормальном, цивилизованном обществе этого вообще не должно быть. Это некрасиво и нарицательно. А должно быть круто, солидно и престижно помогать обществу, людям и не просто там разово кого-то накормить или игрушки подарить, а оказывать реальную, регулярную, практическую помощь селу, городу, региону и так далее, то есть посильную помощь обществу. Анастасия, а как уберечь людей от соблазна использовать свое положение на ответственных постах? Ригден, да элементарно. Исполнительный чиновничий аппарат, занимающийся текущими делами общества, должен быть сокращен до необходимого минимума и по максимуму огражден от каких-либо возможностей использовать свое служебное положение в личных, частных интересах. Другими словами, нужно создать такие условия для работы людей на этих должностях, которые бы исключали все возможности соблазна властью, положением, материальной выгодой. Причем сделать так, чтобы народ мог осуществлять постоянный контроль, в том числе и в реальном режиме времени над деятельностью аппаратчиков, то есть номенклатурных сотрудников административных аппаратов. А сам процесс исполнения чиновниками своих служебных обязанностей сделает нас только открытым для общественности, чтобы эти люди не смогли проявлять качество своего животного начала на своих постах. Тогда чиновник действительно станет служащим, то есть будет добросовестно служить народу и честно выполнять свои обязанности. Анастасия, это, конечно, хорошо, но лично я себе даже не представляю, как это будет выглядеть на практике. Ригден, не беспокойся, есть много умных, профессиональных людей в любой сфере жизни общества, и в этой тоже, которые, когда проникнутся общей идеей, смогут, объединившись с единомышленниками, не только в своей стране, все толково продумать от минимума до максимума. Если люди, каждый, кого эта информация не оставила равнодушным, не будут сидеть сложа руки, а начнут наводить порядок хотя бы в наиболее известных им профессиональных или иных сферах жизни общества, рано или поздно все получится. Люди сами создадут такую систему, которая перекроет все возможные лазейки, входы-выходы для проявления любой коррупции в обществе, тем более на общественных постах. Имея опыт работы в той или иной сфере, зная о ее подводных камнях, отслеживая и контролируя свое животное начало, они продумают, как исключить любую возможность, любые предпосылки к созданию условий, соблазняющих человека.